привет друзья последний раз в этом году на связи мк нужно подвести технические итоги всего произошедшего то что год был тяжелый вам еще скажут пандемия дефицит все дорого бешеные рост и рекорды хешрейта эфира но про это наверно скажут не все позитивных моментов в уходящем году тоже хватает intel представила новые действительно новые процессоры неожиданно для всех появилась windows 11 вышло много хороших игр в общем обо всем по порядку пока что заварите чаек включите гирлянду найдите что покушать сейчас мы расскажем вам о самых ярких айти событиях уходящего года начнем крайний сеанс связи поехали начну с самого больного кто не хочет расстраиваться и кому не интересны видеокарты отмотайте на вот это время даже в моем юношестве с долларом по 30 хороший игровой компьютер начинался с 1000 долларов имеется ввиду весь системный блок сейчас с 1000 баксов только начинается нормальная видеокарта в нашей группе вконтакте мы провели опрос и выяснили что 50 процентов игроков довольны своей текущей видеокартой и не планируют что-то менять еще 20 процентов вообще не интересны тяжелые игры а 13 процентов решили не кормить барыг и играть в старые игры только пять процентов пк бояр сдались и взяли более доступные консоли при этом только 10 процентов решили выйти из матрицы отложить игры и заняться чем-то интересным в реальном мире для тех кто не в курсе почему видеокарты так подорожали во всем виноват дефицит и новая волна майнинга до формально nvidia борется с майнерами и выпустила так называемые lhr видеокарты которые режут алгоритмы майнинга почти в два раза но эта тема пройденная все эти ограничения давно обошли сначала зеленые сами случайно слили драйвер для 3060 а недавно евга решили что замедление видеокарт при шахтерстве баг и выпустили для этого фикс майнерам это уже особо и не нужно был найден способ вернуть под 70 процентов реального хэшрейта при добыче эфира с учетом того что параллельно на той же видеокарте можно добывать и другие монетки идею lhr можно смело назвать провальной амд вообще сказали что никаких ограничений в их видеокартах в майнинге не будет хотя надо сказать из-за узкой шины копают эфир новые rx 6000 не ахти зато потребляют мало энергии поэтому и их майнеры с удовольствием скупают с полок магазинов оставляя геймерам на растерзание затычки в виде gt 1030 rx 5500 поэтому я не вижу смысла рассказывать про новые видеокарты вышедшие за год потому что все они отданы богу хэшрейта nvidia и amd расширили свои новые линейки вниз зеленые вообще решили возродить rtx 2060 дав ей 12 гигабайт памяти и не сказав ни слова о том что эта видеокарта в принципе никакого ограничения на майнинг не имеет и копает лучше rtx 3060 lhr до производители gpu готовят и новые решения типа монстра rtx 3090 ti который из коробки будет потреблять аж 450 ватт и отлично копать эфир благодаря быстрой gddr 6x так что увы компании очередной раз показали что они с теми кто готов покупать целые партии видеокарт прям с заводов так что остается один лишь вопрос виден ли луч надежды в этом темном шахтерском мире и если вы смотрели наш пророческий ролик страшное будущее победившего майнинга то наш ответ вы знаете скорее нет чем да например микрон который является одним из ведущих производителей видеопамяти и единственным поставщиком чипов топовых видеокарт nvidia сообщил что в следующем году с памятью будет все также напряжно главы nvidia и amd стараются не нагнетать но это явный ответ на вопрос о том увидим ли мы рекомендованные цены на видеокарты в следующем году остается intel да мы знаем ее лишь как производителя неплохой интегрированной графики особенно в случае с ультрабуками но алды помнят как 20 лет назад intel пыталась производить дискретные видеокарты но просто как-то не удалось сейчас самое время повторить так что нам обещают и трассировку лучей и умное сглаживание на тензорных ядрах под названием xss это аналог dlss у nvidia и цены ниже чем на аналогичные видеокарты от других компаний при этом линейки dg2 арк алхимик будет включать как минимум пять видеокарт на двух кристаллах с производительностью вплоть до rtx 3070 узнаем что синины химичили на выставке с 22 которая пройдет с 5 по 8 января многие отказались на нее ехать но выставка вроде бы пройдет в любом случае третий игрок на рынке это хорошо но особо надеяться на них не стоит в ролике почему сейчас не время собирать пока мы все объяснили конечно если есть деньги и очень надо как я сейчас пытаюсь купить автомобиль калькулируйте и дерзайте чтобы вам было проще в описании будет ссылка на подборку оптимальных процессоров на е-каталог от самых простых актуальных четырех ядерников до топовых райзен 5000 и intel 12 поколения все рекомендуемые процессоры одним списком с ценами отзывами и полными характеристиками будут по ссылке в описании но давайте не будем о грустном все-таки новый год и у многих возник вопрос не только на чем поиграть но и во что и вот в этом плане 21 год действительно богат на хорошие новинки так пока бояре могут поиграть в очередной уже бывший консольный эксклюзив days gone причем с хорошей оптимизацией так что побегать от орд зомби получится даже на мощных интегряшках более того через пару недель лучшую игровую платформу посетит году вор игра которая не нуждается в представлении для тех кто соскучился по обители зла вышла восьмая часть village с незабываемой леди димитреску любите гонки microsoft представила пятую часть for the horizon действия которой на этот раз разворачивается на фестивале в мексике у игры не самые высокие системные требования но при этом очень красивая и качественная графика и огромный выбор машин с большими картами хотите необычный шутер попробуйте dead loop немножко безумия вот вам far cry 6 классическую rpg с обновленной графикой не вопрос diablo 2 с обновленной графикой если вы в свое время пропустили легендарную трилогию mass effect что же самое время погрузиться в улучшенную графический legendary edition куда входят все три игры с большинством dls и массой доработок ну и под конец новый halo эту игру ждали действительно многие и не зря на метакритик у нее 81 балл так что очередные приключения мастера чифа вышли достаточно годными разумеется это не все хорошие игры прошедшего года свои варианты обязательно пишите в комментарии еще одно действительно значимое событие новый процессор intel последние несколько лет компания явно была не в лучшей форме выжимая все соки из архитектуры 2015 года ценой всего кто хочет подробнее мы об этом рассказали в ролике дело номер 12 потом гляньте но в этом году все изменилось два действительно новых поколения процессоров первое в мире десктопная платформа с поддержкой ddr5 и pci express 5.0 первые в мире x86 процессоры с разнородными ядрами в общем все как в старые добрые времена разумеется шероховатости были и есть взять те же представленные в марте франкенштейны 11 поколения где мобильную 10 нанометровую архитектуру натянули на старые 14 нанометров топовые процессоры из-за огромного тепловодействия изделения давали жару даже не самым дешевым материнским платам с другой стороны более простые core i3 core i5 были интересными особенно после того как компания разрешила гнать память даже не на топовых b и h чипсетах сборки типа i5 11400 f плюс b560 стали достаточно массовыми но конкуренция нарастала поэтому 11 поколение на рынке не особо задержалась и в ноябре intel представила действительно новые процессоры elder lake они же 12 поколения разумеется эти cpu получили новый сокет ну как без этого поэтому те кто весной или летом собрал себе свежий пк на rocket lake оказались по сути кинутыми новый десятиядерный core i5 выступает вполне себе на уровне топового core i7 11 поколения который стоил и продолжает стоить ощутимо дороже но с другой стороны владельцам rocket lake нет смысла отчаиваться у шестиядерных core i5 и тем более восьмиядерных core i7 да еще и с разгоном озу нет никаких проблем современными триплэй проектами и их точно хватит еще на 3-4 года к тому моменту вполне можно будет снова обновить пк а вот к двенадцатому поколению нет вообще никаких претензий разумеется есть какие-то детские болячки новые платформы которая сейчас активно фиксится к ним относятся например невозможность запуска игр с drm и эту проблему уже почти починили сами сокеты lg 1700 из-за своих больших размеров легко гнуться если кулер не имеет усиливающей пластины но возможно это проблема первых партий во всем другом intel 12 поколения хороши поддержка новой ddr5 и pc express 5.0 позволит долго им оставаться на плаву и несмотря на то что ddr5 пока по сути бесполезно по слухам intel уходит от парадигмы два поколения на один сокет и на lg 1700 официально будут работать и core 13 и 14 поколений новая архитектура санников выступает лучше zen 3 что демонстрируют однопоточные тесты и даже в многопоточных тестах новинки держатся бодрячком выступая на уровне аналогичных райзен 5000 несмотря на разнородные ядра ну а уж в играх elder lake безоговорочно лучше так что можно смело утверждать что пинок amd сработал и у нас снова есть конкуренция в десктопах однако со стартом продаж intel 12 поколения не все так радужно и нет цены на процессоры нормальные платы на z690 чипсете продаются их тоже хватает проблема тут с памятью ddr5 найти сейчас новую ddr5 сложнее чем игровую видеокарту а наценки на память дичайшие просто модуль на 8 гигабайт может стоить в полтора раза дороже неплохого комплекта ddr4 на 32 гига как и ожидалось пока что смысла в новой озву нет и хотя она существенно нарастила частоты которые от 4800 мегагерц только начинаются тайминги и задержки у ddr5 оставляют желать лучшего по итогу в тестах ddr4 выступает сравнимо с ddr5 низкие задержки победили высокую пропускную способность но разумеется это только пока все большее количество производителей анонсируют свои модули ddr5 и в будущем вполне возможно что их частота превысит и 7 и 8 тысяч мегагерц разумеется тогда быстрая память уж точно обгонит ddr4 однако в дефиците сейчас не только ddr5 и nvidia и амд просто катастрофически не хватает чипов дошло до того что турнир по игре года хала проводили на девкитах xbox series x сама microsoft не смогла найти нужное количество релизных консолей даже apple которая традиционно старается просчитывать все поставки не смогла избежать дефицита производства ipad сокращено на 50 процентов и впервые за 10 лет были на несколько дней остановлены сборочные линии iphone чего уж говорить о более мелких заказах производителей автомобилей просадки продаж машин из-за дефицита достигают аж 41 процент в случае с volkswagen и в среднем около 20 процентов цены на вторички это тоже в том числе подстегнуло дошло просто до смешного в мире острая нехватка медной фольги то есть одного из основных компонентов для производства плат и что печальная ситуация лучше не становится время строительства одного завода по производству полупроводников около двух лет так что хотя главы крупных компаний аккуратно обещают нам что всеми силами будут пытаться нивелировать эффект от дефицита в следующем году они признают что скорее всего перебои с поставками кремниевых чипов будут минимум до конца следующего года а что делать если благодаря майнингу и дефициту обновить железо не получается а попробовать новенькое хочется накатите себе windows 11 если в начале года ходили слухи что компания готовит редизайн windows 10 то уже в июне мы узнали что он обернется в итоге новой системой и с ней все сложно с одной стороны системные требования у просто зверские процессоры последних нескольких поколений core и ryzen 4 гигабайта памяти да еще и модуль безопасности tpm 2.0 с другой стороны youtube полон видео о том как систему запускают на офисных пк середины нулевых и там даже вполне неплохо она работает системе хватает нововведений таких как нативная поддержка android приложений и переработанный проводник вместе с параметрами с другой стороны исчезли некоторые фишки которые windows были чуть ли не десятилетиями например где удобное открытие файла по перетаскиванию в приложение на панели задач и кто рисовал куца новое контекстное меню про новые фишки 11 винды мы вам уже рассказали поэтому кому интересно и кто хочет ее накатить ссылочка будет в описании нам обещали улучшение производительности более быстрое открытие веб-страниц в любых браузерах и вообще microsoft назвала windows 11 лучшей системой для игр но на деле мы видим паритет в играх а пользователи ryzen получили медленную работу кэша третьего уровня которую в итоге удалось поправить более того современная система замедляет быстрый nvme ssd и исправляющий патч пока можно поставить только вручную лучший эпитет для новой винды неоднозначная хватает шероховатостей багов косяков с другой стороны новая винда почему бы не попробовать короче сектор ждунов пока посижу на windows 10 пополнилась и я кстати в ней состою хотя надо сказать темпы распространения новой системы удивляют по стим уже больше 8 процентов пока работают именно на windows 11 это всего спустя два месяца после ее релиза так что если microsoft продолжит активно дорабатывать свежую с вполне возможно что windows 10 быстро проследует за windows 7 в аналы истории также у 11 винды есть одно нововведение которое многие пропустили но она является действительно важным так если windows 10 он арм имела эмулятор только x86 программ которые стремительно уходят в прошлое то вот любое устройство с windows 11 на борту и арм чипом может запускать x64 битный софт то есть в теории любую игру видеоредактора среду разработки да все что угодно да разумеется пока что текущим десктопным арм процессором qualcomm далеко до apple m1 их предел это обычная офисная работа что хорошо видно в сравнении одного и того же ноутбука на snapdragon и ультрабучном core i5 но qualcomm уже сообщила что готовит достойного противника яблочному чипу более того ее дружба с microsoft подходит к концу а значит в будущем на windows 11 будут выходить ноутбуки и планшеты например с медиатек которая последнее время набирает обороты и также планирует выпустить топовые чипы совместно с амд в общем мы живем в эпоху расцвета десктопных арм чипов и apple выпустив м1 pro и макс очередной раз показала что изначально мобильная архитектура может дать под затыльник топовым процессором intel и амд при этом потребляя ощутимо меньше энергии с учетом того что в гонку вошли и другие производители арм чипов и microsoft активно дорабатывает под них windows 11 вполне возможно что через несколько лет решение на x86 архитектуре будут казаться нам динозаврами и в мире десктопов произойдет первый серьезный переворот за последние 30 лет компьютерные итоги мы подвели но не стоит забывать что айти область это не только пока и ноутбуки и в ней тоже произошло много всего интересного так многие крупные компании смекнули что раз люди массово работают дома на самоизоляции и далеко не все могут свободно гулять и путешествовать почему бы не сделать виртуальные места для этого и назвать их метавселенными да по сути это матрица в метавселенных вы можете работать ходить в магазин встречаться с друзьями и даже торговать виртуальными предметами да вы не ослышались сейчас есть возможность торговать виртуальными предметами так чтобы за владельцем закрепилась право собственности для этого придумали нфти или не взаимозаменяемый токен его идея в том что при покупке информация о вещи и покупатели записывается в блокчейн выбранной криптовалюты и благодаря этому информация о покупке быстро оказывается у всех людей связанных и копающих эту монетку а значит подмена информации просто фактически невозможно однако разумеется идея нфти метавселенных понравилась далеко не всем и хотя марк цукерберг от нее просто без ума и даже переименовал фейсбук в мета всем известный илон маск настроен куда более прохладно он считает что пока метавселенная это модная маркетинговая словечко чем реальность а вот билл гейтс настроен более решительно по его словам всего через пару-тройку лет мы увидим первые массовые виртуальные встречи с 2d и даже 3d аватарами и возможно первые митинги виртуальный омон и автозаки поживем увидим однако этого футуристического будущего в россии может и не настать из-за лютейшего роскомнадзора сей орган серьезно взялся за блокировку популярных vpn совсем недавно под удар попал и тор и если так пойдет и дальше в будущем на неугодные власти ресурсы не получится попасть совсем никак и даже мета и гугл могут ими стать все дело в том что эти компании были оштрафованы теперь не на миллионы а куда более весомые миллиарды рублей за неудаление запрещенного в россии контента и как они себя поведут пока что вопрос открыт но исключать их уход из рф или же блокировку не стоит хотя рынок большой нужно будет заплатят и это не все печальные новости уходящего года в двадцать первом нас покинул известный репакер хата благодаря которому многие миллионы геймеров могли ознакомиться с играми на торрент распродажах на самом деле короля пиратов звали радик низамов умер он в возрасте 60 лет из-за осложнений от пневмонии увы с ним репаки бай хаттаб также исчезли больше они создаваться не будут если вы нашли свежую раздачу якобы от хаттаба знайте это подделка ладно давайте больше не будем о грустном вижу вы уже устали в двадцать первом году случилось очень крутая новость для любителей науки космоса а именно в космос был запущен телескоп джеймса уэбба на него в течение двух десятилетий было затрачено больше девяти миллиардов долларов и на данный момент этот крутейший телескоп двигается на нужную точку в полутора миллионах километров от земли в планах наса он должен выполнить более двухсот пятидесяти научных задач по поиску экзопланет изучению солнечной системы и вселенной в частности он сможет заглядывать в глубокое прошлое в момент большого взрыва когда появилась наша вселенная извините если я оскорбил чьи-то чувства будем надеяться что веб прослужит нам не меньше чем старичок хаббл который в последний год уже пару раз заболевал и возвращался к нам с того света в ближайший месяц другой главным анонсом хочется верить будут дискретные видеокарты intel и если они получатся такими же годными как 12 поколение intel core то возможно нас ждет какое-то новое дыхание в дискретной графике и доступности видеокарт amd готовит свои новые процессоры с увеличенным кэшем третьего уровня и будем надеяться что райзен 6000 смогут конкурировать с intel 12 поколения дальнейшее точное будущее компьютеров скрыто под туманом майнинга и дефицита будем надеяться что в двадцать втором году эти ненавистные слова мы забудем исключим из своего лексикона и наконец таки все вернется на круги своя знаете вот эти все пожелания на новый год однообразное здоровье счастье любви там нежности это все понятно но друзья мы живем в реальном мире и единственное что есть у нас и у меня и у вас это ощущение мы живем чувствами не более того я хочу пожелать вам чтобы в вашей жизни было больше ярких чувств ярких эмоций с новым годом друзья на связи был мк меня зовут михаил крошин пью за вас спасибо что вы смотрите нас до скорых встреч с новым годом